Здравствуйте! Всем добрый день! В эфире КФУ Лайф. Я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященных приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Сегодня у нас в гостях Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого. И долгое время не тянем, сразу же представлю спикеров, которые будут сегодня отвечать на ваши вопросы. Лирина Това Мухамедзянова, заведующая кафедрой татаристики и культуроведения Института филологии и межкультурной коммуникации. Лирина Това, добрый день! Добрый день! Луиза Альбертна Плотникова, заведующая кафедрой билингвального и цифрового образования. Луиза Альбертна, вам тоже добрый день! Добрый день! И Флера Сагитна Софиульна, заведующая кафедрой татарской литературы Института филологии и межкультурной коммуникации. Флера Сагитна, тоже добрый день. Рада вас здесь видеть, то что вы нашли время к нам прийти на программу. Схема все точно так же, как и во всех эфирах, вопросы заготовленные уже есть, абитуриенты по ту сторону экрана у нас тоже есть, и готовят свои вопросы, и мы надеемся, что они будут их задавать. Так что располагаемся поудобнее и начинаем прямой диалог с нашими абитуриентами. Давайте начнем сразу с вопросов. Первый звучит следующим образом. Какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить по направлению филологии? Татарский язык, литература, журналистика. Есть ли бюджетные места? Хаилли Кен, добрый день, уважаемые абитуриенты. Конечно, традиционно у нас ежегодно имеются места бюджетные. По направлению филология, татарский язык, литература и журналистика экзамены. Бюджетные места есть, их 20 бюджетных мест. Экзамены традиционно, русский язык, общество знания и внутренний экзамен по татарскому языку тесты. А что из себя представляют именно тесты по татарскому языку? Задания обычно по среднему образованию, татарский язык. Литературы там нет, то есть больше на татарский язык. Тесты у нас традиционно ежегодно проводятся подготовительные курсы. То есть можно ознакомиться и по телефону расспрашивать, скажем так, преподавателей до кафедры дозвониться. И у нас ближе к июню, июлю уже будут курсы подготовительные. А что включают в себя эти подготовительные курсы? Вот на что там делается больше упор? Тесты у нас по татарскому языку в основном закрытые тесты. То есть ответ на вопросы, даются несколько вариантов ответов, и ученик должен выбрать правильный ответ. То есть, по сути, как ЕГЭ по русскому языку, да, получается? Да, то же самое. Приближенные. Приближенные, да. Хорошо, пойдем дальше. Следующие вопросы. На какие программы в этом году будет организован прием студентов по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан? Получают ли они стипендию? Наверное, на этот вопрос отвечу я. На кафте билингвального цифрового образования действительно студенты учатся по государственному заказу Республики Татарстан, по направлению педагогическое образование по двум профилям. Это математика и физика в этом году на билингвальной основе, и начальная школа педагогическое образование двух профилей, начальная школа, плюс иностранный язык. Да, эти ребята получают стипендию в размере 15 тысяч рублей, то есть стипендия отличается от обычной стипендии, даже повышенной в этом случае. Ребята имеют возможность заниматься в аудиториях Центра цифровых образовательных технологий ЕДУТЕК и ФМК, поэтому они формируют свои цифровые компетенции в рамках этого профиля, ну и, конечно же, основные компетенции учителя математики, физики, начальной школы. Давайте для несведущих в этом наших зрителей расшифруем, что обозначает по заказу Миноборнауки РТ. Ну, это означает, что здесь у нас Министерство образования заинтересовано в подготовке будущих педагогов для школ Республики Татарстан, именно для школ, которые реализуют сегодня полилингвальное образование, билингвальное образование, то есть преподавание, умение преподавать предметы, например, начальной школы на английском, татарском, русском языке, а также преподавание математики, физики, информатики, также на этих языках. Ну, я правильно понимаю, что это не целевое обучение? Это, ну, это, своего рода, целевое обучение, да, целевое обучение попадает, целевое обучение, да. Я могу еще дополнить, у нас в этом году, получается, открываются новые программы, издательское дело дизайна информационной среды, а также по заказу Республики Татарстан там выделяется 20 целевых мест. Соответственно, здесь уже не, ну, повышенные стипендии, если у билингвалов по ПЕТ-образованию у них стипендии, там, 15 тысяч, то у этих ребят, соответственно, обычные стипендии. Вот, и, соответственно, реклама и связь с общественностью, копирайтинг и бренд-коммуникации, в прошлом году у нас был набор, в этом году также продолжается. Также на это направление выделено 20 целевых мест от Республики Татарстан. И еще у нас музыка и дополнительное образование также осуществляется по программе как раз целевого образования. Ну, чем целевое образование, видимо, хорошо, то, что после обучения есть уже работа. Если мы говорим о билингвалах и полилингвалах в ПЕТ-направлении, то, соответственно, здесь ребята уже заранее заключают договоры со школами, и получается, что они уже трудоустроены априори. Если мы говорим о тех творческих направлениях, например, издательское дело и рекламы связи с общественностью, здесь, в принципе, у них такого договора нет, но в любом случае они уже при обучении проходят практики в Татарском книжном издательстве, в Татмеде, и, соответственно, ребята, которые себя проявляют, имеют возможность трудоустроиться. Да, я хотела бы еще добавить по поводу практики, как раз Лилия Ренатова затронула, что те ребята, которые будут у нас будущие педагоги, поступают на наши направления, они заключают договор со школы, с образовательной организацией, и проходят практику в течение всего цикла обучения именно в этих школах, для того, чтобы уже опробовать себя на месте педагога, посмотреть, познакомиться с коллективом. И чаще всего это ребята, те, которые обучались в этих школах, поэтому заведомо директора школ хотят видеть их в числе своих коллег, и очень хорошо принимают, и потом уже уходят к ним работать, то есть иметь свои уже места заранее, до того, как уже стали совсем полноценным выпускником. То есть сама практика на педагогическом образовании, получается, это не просто провести пару уроков, это еще и, наверное, подготовка к самому уроку, составление учебного плана, список вопросов и тех тем, которые они будут проходить. Да, совершенно верно. И классное руководство, и лагеря пришкольные, все такое, конечно, они поэтапно проходят после каждого из курсов. Я еще хотела добавить, что в этом году новые направления, именно вот в поле лингвалном, именно русский язык плюс иностранный английский. То есть это впервые специальность в этом направлении, до этого еще не было. То есть вот это целый блок билингвального образования, который готовят учителей будущих для школ именно с разными языками. То есть эти ребята будут преподавать, уметь, по крайней мере, иметь возможность преподавать и на английском, и на русском, и на татарском. То есть вот этим они и отличаются. Ну это только радует, вот слушая сейчас вас, хочется даже такой небольшой итог подвести. У нашей программы, потому что многие представители институтов к нам приходят и говорят, мы открываем новое, открываем новое направление, новое, новое, новое. И это только радует, то что с каждым годом у нас ничего на месте не стоит. Все понимают, какие запросы есть у общества и какие специалисты нужны, и под это все успешно подстраивается. Так что вам только низкий поклон за то, что работа ведется в полном ходом. Продолжим по вопросам. Следующий звучит так. Где можно будет работать, получив специальность рекламы и связи с общественностью, копирайтинг и бренд коммуникации? Ну в принципе, работать можно будет везде, где требуются пиар-менеджеры. В принципе, они сейчас требуются во всех организациях, более-менее крупных организациях, да. И, соответственно, они могут также трудоустроиться в тат-медиа, как уже говорилось, на телевидении, в крупных рекламных холдингах и компаниях, соответственно, в дизайн-студиях также требуют пиар-менеджеры. Ну то есть, я думаю, что это очень востребованная и актуальная, действительно интересная специальность. Ребята, которые у нас обучаются на первом курсе, они, конечно, в восторге и очень довольны выбором именно этого направления. Я предлагаю сейчас немножко зациклиться на вот этой теме, не зациклиться, точнее, а остановиться на ней и дать понимание того, что такое пиар-менеджер и как они соприкасаются с другими профессиями. Потому что сейчас, общаясь с людьми, которые не совсем погружены в этот процесс, для них это все превратилось в одно слово «медийщик». То есть, есть потом у ребят понимание, что вот они такие «я хочу стать медийщиком», а потом такой «хоба», а ты стал вообще другим. Действительно, очень хороший вопрос. Вообще, мы изначально выстраивали учебный план и программу таким образом, чтобы они получали не только теоретические навыки, но и практические навыки. У нас уже с первого курса ребята занимаются именно съемкой, монтажом, непосредственно созданием рекламы. У нас, кстати, в этом году открылась совершенно новая замечательная студия профессиональная, где как раз-таки они имеют возможность уже на профессиональном уровне снимать какие-то видеоролики, промо-ролики. И, соответственно, помимо этого мы еще даем, так как у нас изначально всегда готовились творческие специальности, знания в области и дизайна, и графического дизайна, полиграфии. То есть рекламу не только в виде видеоконтента, но еще и в виде графического такого контента. Плюс ко всему у них полный блок всех тех дисциплин, которые, в принципе, являются, наверное, классическими, изучаются во всех вузах. И, соответственно, они, в принципе, можно сказать, выходят такими многофункционалами и при желании смогут работать и в сфере дизайна, и в сфере медиа, и, так скажем, организаторами каких-то мероприятий, и заниматься медиапланированием. То есть здесь мы постарались именно включить все те необходимые знания, умения, которые им понадобятся. Продолжим эту тему. Есть специальности, для которых по дефолту, позволю себе такое слово, есть научные конференции. То есть физики, химики, другие ребята, связанные с естественно-научными сферами, педагоги, тоже есть конференции по тому, как правильно преподавать, какие новшества можно ввести. А вот для творческих профессий, для творческих ребят, какие есть такие мероприятия, конференции, может быть, научные слеты, где они могут себя проявлять в той или иной степени во время студенческой жизни? Работа работает, но научно-исследовательская работа тоже должна быть. У нас вообще проводится очень много мероприятий в институте, и это различные международного уровня и форумы, и конференции. На следующий год мы планируем именно для творческих ребят как раз-таки в рамках KILLS тоже сделать акцию, где могли бы участвовать и те же самые дизайнеры, и условно говоря, ребята, которые учатся по направлению рекламы, и по издательскому делу. Потому что эти вопросы сегодня именно творчества и вообще издательского дела, рекламы, они очень актуальны, и, соответственно, очень много разных мероприятий проводят. И другие вузы, например, Московский политехнический университет, он также в прошлом году проводил форумы, где у нас тоже наш институт участвовал. Вот, поэтому здесь, я думаю, что возможностей вообще много. Если коллеги хотят дополнить, я думаю, что могут для филологов тоже очень много мероприятий проводить. Да, конечно, в этом направлении можно сказать, что в течение года у нас, если я скажу по национальной филологии, очень много и творческих мероприятий. Ребята занимаются и в театральной студии, и танцевальной студии, и вокал. Это плюс ко всему, что основное направление обучения у всех разное. Плюс еще ежегодно у нас проводятся конференции именно для... Одно направление для школьников, для абитуриентов. Другое направление это для студентов. Ежегодные конференции даже международного уровня и по национальному направлению также. Дальше уже для более остепененных, скажем так, для магистрантов, для аспирантов у нас ежегодно проводится по нескольку мероприятий международного уровня. И онлайн, и офлайн мы приглашаем из других вузов, из других, скажем так, стран. То есть очень много мероприятий. Я говорю, что мы проводим союзом писателей, проводим очень много мероприятий совместных. То есть очень творческая атмосфера у нас в Институте филологии. И добро пожаловать, ребята, в наш дружный студенческий коллектив. Я думаю, что вы себя найдете во всех сферах, не только в своем образовательном направлении. Относительно творчества в Институте филологии и межкультурной коммуникации, каждый в Казанском федеральном университете знает об этом. И регулярно это подтверждалось взятием гран-при на фестивале студенческая весна и день первокурсника. Воспользуюсь случаем, 19 апреля мы ждем галоконцерт, где, возможно, Институт филологии... Что ж такое? Фундаментальной филологии, что-то новое тоже изобретаемое. Институт филологии и межкультурной коммуникации покажет себя должным образом. Так что ждем подведения итогов. А вы обязательно смотрите это в прямом эфире. Перейдем к следующим вопросам. На каком языке ведется обучение на полилингвальном направлении? Все приметы на полилингвальном направлении ведутся у нас на трех языках, потому что полилингвальное направление. Ребята должны чувствовать эту атмосферу, того, и как правильно нужно вести занятия. То есть изначально это татарский язык, это русский язык и английский язык. Поэтому здесь у нас, если мы говорим о направлении математика-физика, то математика ведется тоже на татарском языке и тоже на русском языке. Какие-то предметы. То есть интеграция языков на английском языке читаются предметы. Поэтому здесь, в общем-то, ребята должны владеть полностью, когда выпускник уже достигнет своего профессионального уровня. Он должен владеть этими и видеть в течение всего цикла обучения, как это делать и пользоваться. И экзамены тоже сдаются на этих же языках. То есть у студентов не будет такого торможения, как, например, сейчас мем гуляет, речь Черчилля. Да-да-да-да-да, вот это вот. Когда английский язык, не понимаешь его. Ну, когда выучила вот только по максимально школьной программе. У нас студентов такого нет. Здесь все прекрасно понимают. У нас все прекрасно. Все диалекты, все акценты. Да. Шотландский, английский, уэльский. То есть с этим проблем. Есть поточные занятия, поточные лекции, которые проходят у нас, например, по татарской литературе, по культуре татарской. То есть базовые вещи должны знать и историки, и математики, и информатики. То есть о культуре татарского народа, о литературе обзорно они должны знать. И эти в основном проводятся на татарском языке. Конечно, с презентациями, со всеми встречами. То есть вот дабы заинтересовать их и культурой своей, и родного языка, и Татарстана. Свой личный вопрос задам. Вот сейчас стало интересно. Скажите, татарский язык в зависимости от региона и от географического положения север-юг, запад-восток, он как-то отличается? Потому что по своему региону могу сказать то, что у нас русский язык очень сильно отличается друг от друга. То есть центральная Кубань это больше суржик, северная Кубань уже больше на центрально русский похож, и черноморский там тоже свой диалект из русского языка. То есть татарский язык вот так как-то вот прогрессирует от севера до юга. Например, вот в Казани говорят по одной модели татарского языка, а в Бугульме по другому. Конечно, язык, как и язык русский, как и другие языки, язык, он существо живое, оно меняется, оно по месту жительства отличается некоторыми особенностями, скажем так. Но у нас есть литературный татарский язык, литература, которая написана на этом литературном языке, которым владеют все татары. Аллаха шикар. То есть есть, конечно, особенности диалектные, местные. То есть это, я думаю, что обогащает наш язык, обогащает носителей этого языка. Я думаю, знание своего диалекта языка, плюс еще литературного языка, это только нас обогащает и делает намного шире и богаче. Насколько мы знаем языков, настолько мы богаче, у нас кругозор шире, мы знаем столько-то литератур. Это, думаю, что это очень круто. Ну, вспоминается прошлый наш КФУ-лайф с вашими красными коллегами, которые говорили о эволюции языка в целом, то, что на одно определенное слово он опирается. Вот когда ему придумают новый термин, тогда уже язык обновился. Да, конечно. Продолжим по вопросам. В чем особенность подготовки по профилю издательское дело дизайн информационной среды? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что это, можно сказать, уникальная в КФУ программа, потому что мы буквально в прошлом году получили на реализацию этой программы лицензии. До этого ее в Казанском федеральном университете не было. И здесь, конечно же, тоже достаточно интересная программа. Она создана совместно также и с нашими коллегами-филологами с кафедрой татарской литературы, с русской литературы. Но так как у нас идет профиль дизайна информационной среды, соответственно, мы собираемся готовить именно ребят, которые будут владеть графическим дизайном. То есть это, по сути, графические дизайнеры, которые могут заниматься еще и издательским бизнесом, и, так скажем, могут не только заниматься оформлением текстов, но и создавать их. То есть там заложено очень много интересных дисциплин, которые как раз-таки в тандеме создают тоже такого много профильного специалиста, который сможет работать в издательстве, сможет работать в рекламной компании, сможет, так скажем, заниматься издательским бизнесом. При желании, если у него есть, например, писательский талант, то он может именно в сторону именно литературного искусства развиваться. Поэтому это действительно актуальная, интересная специальность, тоже востребованная на сегодняшний день. И если мы говорим об издательском деле, на сегодняшний день это, естественно, не только книжное издательство, то есть это и сайты, и электронные варианты различные, и какие-то медиапроекты, и медиаресурсы. И, соответственно, здесь мы постарались вложить максимум именно современных цифровых технологий, диджитал-технологий, и компьютерную графику, и верстку, и дизайн, и все, в общем-то, в принципе. С вашего позволения зацеплюсь за слово «бизнес». У ребят во время подготовки к тому, чтобы стать специалистами в той или иной степени, вот есть какие-то курсы по тому, как, например, входить в этот рынок, как его прочувствовать, как понимать, что сейчас нужно, что не нужно потребителю? Ну, вообще, у ребят, которые поступают, конечно, у них, наверное, такого прямо понимания нету, но в любом случае мы же говорим, что есть определенные тренды. И в любом случае молодежь, она идет всегда впереди нас, как бы это, как говорится, не было, ну, так, можно сказать, смешно не звучало, да, в какой-то степени. Действительно, ребята, они, ну, на каком-то интуитивном уровне, они чувствуют вот эти все современные тренды, даже в плане иллюстрирования, что на сегодняшний день актуально, они находят какие-то новые всегда абсолютно решения. Мы уже много лет вот сотрудничаем с татарским книжным издательством, соответственно, они нас пригласили для того, чтобы как раз ребята смогли именно дать новую жизнь, да, то есть классической литературе, новое видение вот это вот молодежное, и у них это замечательно, в принципе, получается. Вот, но чтобы как раз-таки им быть грамотными в сфере именно издательского бизнеса, у нас там в учебном плане заложены такие дисциплины, как менеджмент, маркетинг, экономика в издательском деле, ну, то есть, в принципе, для того, и, естественно, правовое регулирование, чтобы ребята были именно подкованы в юридическом плане тоже. Вот, поэтому я думаю, что будет интересно, будем рады всех видеть, а это новая специальность. Замечательно. Идем дальше, следующий вопрос. Будет ли осуществлен в этом году набор студентов на направлении педагогическое образование, татарский язык, литература, русский язык? Интересный вопрос. В этом году я, как я сказала, мы открыли новые направления русский язык с иностранным, полилингвальным образованием, и поэтому здесь национальной филологии, то есть, татарский язык, литература плюс русского в этом году не будет, зато будет плюс английский язык, иностранный английский язык, то есть, набор, планируется 25 бюджетных мест в этом направлении, то есть, вот в этом году такое новшество, скажем так, у нас. Идем дальше. Как решается вопрос трудоустройства выпускников, обучающихся в направлении подготовки педагогического образования в полилингвальной образовательной среде по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан? Ну, вот на этот вопрос мы уже давали, конечно, ответ, затрагивали эту тему. Ротация эфира по зрителям у нас все-таки меняется, поэтому ничего страшного, если мы продублируем. Да. Ну, здесь мы уже сказали о том, что ребята, те, которые поступают на наше направление, они уже имеют, заключают контракт с теми образовательными организациями, школами, в которых они будут работать после того, как станут выпускниками, получат свою профессию. Вот, поэтому вопрос трудоустройства у них уже решен при поступлении первый курс на наше направление. Замечательно. То есть ребята подписывают трехсторонний договор, с одной стороны Министерство образования, с другой стороны Федеральный университет Казанский, и третья сторона – это образовательное учреждение, куда потом после образования, получив диплом, поступит на работу этот студент, абитуриент нынешний. Вот вопрос такой появился, они прям сразу после того, как диплом вручили, идут на работу, или все-таки хотя бы два дня отдыха у них есть? Два дня отдыха у них есть. Ну, вообще школы у нас, образовательная организация, учебный год начинает с 1 сентября. Ну, подготовка же должна тоже идти. Подготовка, конечно. Двигаемся дальше. Будет ли направление рекламы и связи с общественностью изучение иностранных языков? Ну, конечно, как бы направление рекламы и связи с общественностью, само собой предполагают, что ребята должны вообще коммуницировать не только на русском языке, но и на английском, а также им дается вот именно, так как это получается заказ Республики Татарстан, то есть там заложены часы и по татарскому языку тоже. Вот, английский язык, соответственно, у них изучается на большом, ну, на хорошем, высоком уровне, так как это все-таки институт филологии, все наши преподаватели, они, можно сказать, под боком, вот, и, соответственно, часов тоже на английский язык выделяется большое количество, то есть они с первого по четвертый курс его изучают. Продолжим. Вопрос прилетает к нам в трансляции. Что из себя представляет очно-заочная форма обучения? И есть ли она у вас? Нет у нас. По нашим направлениям нет. Ну, по крайней мере, по нашим направлениям нет, но вообще очно-заочная форма предполагает, по сути, ну, как вечернее обучение, то есть человек имеет возможность работать, и, соответственно, уже у него занятия проходят с трех, там, до восьми вечера, либо даже позже могут они заниматься. Вот. Такая форма набора у нас, в принципе, была, но они уже у нас вот на втором курсе уйдятся, на музыкальном образовании, по-моему. Вот. Но сейчас мы, соответственно, больше набираем, стараемся набирать на очку и на заочку. Кстати, в этом году на рекламу сейс-сообщественностью есть заочное тоже направление, где 25 бюджетных мест как раз-таки выделено. Ну, вопрос с очно-заочной формы мы его сохраняем и зададим, когда будет потребность такая и будет возможность у тех коллег, которые как раз-таки это реализуют, задать, чтобы знать точный ответ. Продолжим дальше. Несколько вопросов еще осталось. Какой проходной балл на платное обучение и какая стоимость обучения? То есть относительно стоимости, насколько я знаю, мы ждем мая месяца, когда выйдет приказ об этом, но приблизительно в сравнении с предыдущими годами какая она? Ну, вот на рекламу сейс-сообщественностью, издательское дело, ну, как бы, это, по сути, они, ну, такие близкие специальности, как бы, в одном, как бы, сегменте находятся. Вот, в прошлом году было 147 тысяч за год, получается. В этом году, возможно, будут какие-то изменения, но я думаю, что будем надеяться, что незначительные. Потому что хотелось бы все-таки, чтобы все могли получать образование, у кого есть желание. По другим направлениям? У нас. Мы по госсаказу, Республике Тарстанта-Кармадыни. Хорошо. Продолжим дальше. Следующий вопрос. Как проходит внутренний экзамен по музыке? Какой минимальный балл на вступительных испытаниях по музыке нужно набрать? По музыке, получается, творческий экзамен, он состоит из трех частей. Это, получается, вокал, инструментал и сольфеджио. Ну, соответственно, он проходит обычно, ну, в один день. Соответственно, по вокалу их прослушивает преподаватель именно по вокалу, ну, то есть экзаменатор. Вот. Программа вся, в принципе, она есть на сайте. Вот. По инструменталу, соответственно, они тоже исполняют какую-то заготовленную композицию, соответственно. Вот. И по сольфеджио, соответственно, у них там идет в виде теста, насколько я знаю. Либо в виде вопросов. Я сейчас точно не могу сказать, так как я сама, конечно, не музыкант. Вот. Но, соответственно, у них там минимальный балл, по-моему, 40, сколько-то там идет. Я сейчас не могу точно, конечно, ответить. Ну, информация, в принципе, на сайте. В общем, минимум, которые должны, ребята, пороговый уровень. Они известны уже. То есть они должны пройти этот порог. Потом уже по конкурсу, которые самые высшие проходят. Это уж как аналогично. Да, и здесь даже сложно сказать, наверное, какой балл минимальный, потому что он же суммируется с баллами ЕГЭ. То есть зависит еще, какие баллы ЕГЭ у него будут, соответственно. Ну, задам еще один вопрос относительно музыки. Может быть, знаете такой ответ. Интересно саму даже узнать, как проходит прослушивание и с инструменталом. То есть давайте начнем с инструментала. То есть там определенный выбор инструментов музыкальных? Ну, вообще, выбор может быть любой. То есть, в принципе, по направлению музыки обычно поступают ребята подготовленные, так как они, как говорится, этим живут, им это нравится. И, соответственно, они обычно заканчивают либо музыкальную школу, либо, так скажем, это ребята после СПО. И, соответственно, у них уже есть какой-то инструмент, на котором они умеют играть. И, соответственно, они готовятся к экзамену, готовят вот эту композицию. Соответственно, сначала там они исполняют, например, вокальное произведение, комиссия их прослушивает, потом инструментальное произведение. Они играют на фортепиано или на скрипке, или там у кого какой-то другой инструмент. Жесткий панк-металист может прийти на вступительный экзамен? Ну, прийти может, в любом случае, жесткий панк-металист. Он же тоже имеет классическое образование. Они же в панк приходят тоже не просто так, как говорится, с улицы. Они же готовятся, играют с детства, там, занимаются в музыкальных школах, а потом уже выбирают себе направление. Вот. И, соответственно, здесь тоже он может прийти, если он подготовит, ну, какую-то композицию. Соответственно, прослушивание в любом случае проходит. Условно можно предположить то, что приемная компания, комиссия, точнее, насладится хитами «Король и шут». Ну, насколько я могу судить, в принципе, они готовят больше такие классические произведения. Вот. То есть они там не исполняют... Я ни разу, вот я, конечно, присутствовала просто на этих экзаменах, ни разу не видела, конечно, что там исполняли панк. Обычно выбирают какое-то классическое произведение, и, соответственно, по нему оценивается уже. Вот. Но, несмотря на это, у нас ребята, они уже в процессе обучения создают и творческие коллективы тоже, и, соответственно, они и выступают и в жестких уже каких-то панк-группах, если есть такое желание. То есть здесь уже в процессе обучения они сами выбирают то, чем хотят заниматься в дальнейшем, вне, так скажем, занятий. Ну, и относительно вокала тоже вопрос. То есть как проходит прослушивание именно, на что обращают внимание? Ну, такие, конечно, тонкости, наверное, вам сможет больше рассказать преподаватель именно по музыкальному образованию. Но я думаю, что обращают внимание именно на профессионализм как раз-таки в своей области. Вот. И, соответственно, на то, насколько у нас, ну, они готовы обучаться именно по этой специальности, потому что это же не просто музыканты, мы готовим музыкантов-педагогов. И, соответственно, во время обучения они учатся разным инструментам, разным, так скажем, вокальным техникам. У нас, как вы знаете, есть и хоровой ансамбль созвучия, да. Соответственно, они участвуют и в хоре, и, так скажем, могут себя в народном таком фольклорном музыкальном искусстве попробовать. У нас есть творческие коллективы Бэйра Мазарница. Ну, то есть, по сути, мы, когда готовим тоже специалистов-музыкантов, мы готовим таких универсалов, которые смогут именно не только быть, так скажем, стать медийными личностями и стать певцами и так далее. То есть, это еще музыканты-педагоги, которые смогут обучать как раз-таки ребят разным как раз-таки инструментам и вокальным техникам. Ну, вот сказали про Зорницу, сразу вспомнилась их командировка к Леониду Аркадьевичу. Барабан, где они там крутили. Засветились и там тоже. Ну, то есть, я правильно понимаю, что по музыке те преподаватели, которые принимают экзамен, понимают то, что есть какое-то, возможно, психологическое давление. Они убирают полный субъективизм, стараются оценить именно объективно и делают поправки на то, что вот где-то там вот он хотел взять эту ноту, но из-за того, что, может, перенервничал, не дотянул. Ну, у нас преподаватели все, в принципе, очень лояльные, и мы очень заинтересованы, чтобы к нам поступали талантливые ребята. Вот, поэтому мы, ну, как бы со своей стороны, наоборот, стараемся, наверное, их поддержать морально, чтобы они смогли хорошо выступить. И при желании они могут, в принципе, подойти на кафедру, и мы заранее их можем проконсультировать, прослушать и, соответственно, дать какие-то рекомендации, как лучше им подготовиться к экзамену. Хорошо, что же, вопросы у нас подошли к концу. Благодарю вас за то, что нашли время к нам прийти и на них ответить. Пару минут осталось. Есть ли какие-то пожелания абитуриентам? Пожалуйста, они ждут вашего слова. Кто начнет? Хорош. Уважаемые абитуриенты, мы ждем вас в Институте филологии и межкультурной коммуникации на те направления, о которых вы узнали, которые вам интересны. Надеемся, что вам будет у нас очень здорово, потому что у нас не только обучение, у нас еще творческая студенческая жизнь. — Мне тоже всех хотелось бы поблагодарить. Мы будем всех очень рады видеть в нашем Институте филологии и межкультурной коммуникации, который как раз-таки объединяет в себе не только филологов, но и также всех творческих личностей. У нас действительно очень активная творческая жизнь. Я думаю, что вам и нас понравится, будем всем рады. Спасибо. — Вам большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Надеюсь, вам у нас понравилось, и будем ждать еще раз гостя. Еще поговорим о ваших направлениях и познакомим абитуриентов с ними. — Спасибо большое. Всего доброго. — Это был КФУЛайф для Института филологии и межкультурной коммуникации имени Львана Николаевича Толстого. Продолжим после выходных. Оставайтесь с нами. Всего наилучшего. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok